Что важно в жизни абсолютно каждого человека? Это иметь свой угол, это заиметь свою недвижимость. Ни машина, ни путешествия, ни одежда. Важно иметь возможность приходить к себе домой и где-то переночевать. Сегодня мы с вами приехали в коттеджный поселок Вяземское. Он находится буквально в 4 километрах от МКАД. Это один из самых близких коттеджных поселков по отношению к Москве. И здесь проживает один из людей, который нам расскажет, за сколько он купил себе здесь таунхаус, сколько он по площади, сколько он вложил денег, с какими проблемами он столкнулся. Вот эта история, так сказать, из жизни одного человека, который нам расскажет и покажет ситуацию по всему поселку в целом. Досмотрев ее до конца, многие из вас узнают что-то для себя новое. Я знаю, среди вас очень много взрослых людей, которые скажут, блин, мы это все уже давным-давно прошли. Но среди вас очень много молодежи и тех, кто впервые в жизни в своей когда-то столкнутся с покупкой недвижимости. Это очень важный шаг, друзья. Поэтому присаживайтесь, смотрите внимательно, записывайте, наматывайте себе на ус и учитесь на чужих ошибках. Прежде чем мы начнем, у нас будет маленькая, уютная рекламная пауза. И после чего мы вам все детально расскажем. Поехали! Несколько лет назад, когда я занимался ремонтом в квартире в Москве, передо мной стал вопрос о том, что мне в квартиру нужно несколько кресел. Когда я начал искать их, на самом деле это просто головная боль. Потому что повсюду вот эти старые кресла громоздкие. Я катался по Москве, передвигался по различным выставкам. И там я познакомился с компанией Green Tree. Для того, чтобы принять решение о покупке их продукции, все, что мне потребовалось сделать, это просто присесть в их кресло. Парни, вот этот комфорт, его просто не передать словами. Вот вы посмотрите, какие легкие кресла. Эргономика этих кресел продумана до мелочей. Ты можешь сидеть, работать, смотреть фильм, наслаждаться досугом. И спина у тебя 100% не затекает. Почитать книгу или заняться саморазвитием? Милое дело. Яблоко. Apple. Кресло-качалка. Подошка с качалкой. У нас есть маленький ребенок для того, чтобы его можно было укачивать. Вот это дело просто, друзья, незаменимое. Если у вас есть дети, обязательно обратите внимание на этот продукт. Два же года назад в квартиру в Москве я приобрел себе два кресла, в которых можно регулировать угол наклона спинки. И купил журнальный столик. Вы их видите сейчас на экране. Ну, действительно, для маленькой квартиры это просто необходимая вещь. Очень комфортная, уютная. И самое главное, она не съедает места. Подобная мебель от компании Green Tree подойдет как для загородного дома, так и для любой квартиры в городе. В описании к этому ролику я оставлю ссылочку на сайт компании Green Tree, которая занимается производством удобных эргономичных кресел и кресел-качалок из натурального шпона и березы при помощи современных технологий. Научно просчитанная эргономичная конструкция позволяет сделать легкие, прочные и невероятно удобные кресла. Безусловно, присутствует палитра цветов. Вы можете выбрать цвет дерева, так и ткани. Абсолютно все материалы, из которых производится мебель, проходят жесткий отбор. А в производстве используются только качественные, безопасные, экологически чистые материалы, имеющие сертификаты качества и гигиены, и разрешенные к применению ГОСТ. Удобная, мягкая, качественная мебель – это залог хорошего отдыха, хорошего настроения. А самое главное, что заказывая напрямую с фабрики, вы получаете доступные цены. Вот посмотрите, просто любая конструкция, она действительно легкая. То есть переставить что-то куда-то по дому не составит большого труда. То есть все поднимается, можно сказать, одной рукой. Друзья, фабрика Green Tree – это действительно доступная продукция. Это действительно качественная продукция. Вот я вам это говорю как дружеский сайт, потому что сам два года пользуюсь их продукцией. Ссылочку оставляю в описании. Переходите, знакомьтесь, заказывайте смело. Все это собирается элементарно с помощью одного ключа. Приходят в коробки, соберете за пять минут. За качество ручаюсь. Ссылка ждет тебя в описании. Друзья, знакомьтесь, Иван. Вань, привет. Дим, привет. Ваня живет здесь. И Ваня нам расскажет очень интересную жизненную историю. Вань, расскажи сперва, вот до того, как сюда переехать, где ты проживал? Ну, мы с женой проживали в Москве. Здесь неподалеку, в Южном Бутово. Снимали квартиру? Да, конечно. И тут перед вами, как и перед всеми, встал вопрос, где же мы будем жить дальше? И как вообще упал выбор ваш на покупку таунхауса здесь? Просматривал много объявлений в Циане, как все, наверное. Квартиры, таунхаусы в основном было. Получается, что квартиры все были дороже, а здесь со скидкой продавали таунхаусы. Расскажи, какая площадь и по какой цене в каком году это было? Площадь у нас таунхауса 97, в районе 100 квадратов. В общем, в 2017 году мы его купили по цене 7 миллионов. 7 миллионов рублей, 4 километра от МКАДа. С точки зрения транспортной доступности. Я снимал различные сюжеты, где 4 километра, а утром люди едут их 1,5-2 часа. Вот расскажи, пожалуйста, реальную ситуацию. Утром на работу поехал в будни. Ну, мы выезжаем где-то в 8 утра на работу, работаем на Кутузовском оба. И, в принципе, проблем нет. У нас где-то выходит от 40-1 часа до поселка. Расстояние-то примерно какое? 20-25 километров. Я нашел его, говорю, Женя, давай съездим, посмотрим. Что-то интересное, причем цена адекватная совершенно на тот момент. Потому что там, где мы хотели взять квартиру, она стоила в районе 10, квадратура меньше. Приехали, посмотрели, все вроде зелененькое такое, еще летом все это было. Огороженная территория тоже сыграла свою роль. Машина-место, что машину можно где-то поставить. Охрана, конечно, все играет. То есть, все тебе понравилось, и вы решили квартиру покупать. Вы покупали в ипотеку? Да. Соответственно, ипотека на какой срок? На 10 лет мы взяли ипотеку. Первоначальный платеж у нас был 2,5 миллиона рублей. И сколько вы сейчас в месяц платите? В среднем расчет, чтобы людям было в целом понятно? Поначалу платили где-то в районе, по-моему, 45 тысяч. На 10 лет, условно. Да. Ты покупаешь таунхаус. Коробка была с перекрытиями, с бетонами. То есть, три коробки, получается, первый, второй, третий этаж. Друзья, у нас есть уникальная возможность. Иван приглашает нас в гости. И мы сейчас посмотрим, что вообще представляет из себя внутри этот таунхаус. Потому что он трехуровневый. Я думаю, вам будет интересно посмотреть. И самое главное, послушаем, сколько денег он потратил на ремонт. А дальше будет интересная история. Пойдемте в гости. Получается, мы сейчас находимся на территории вашего поселка. Он у вас огороженный. Подъезжаем. Машина какая-то у тебя здесь крутая стоит возле дома. Вот это, получается, парковочное место, условно, твои. Да. Картина, получается, такая, что чем-то мне это напоминает какую-то то ли Америку, то ли Европу. Да, здесь, получается, отдельный вход. У каждого жителя отдельный подъезд машины. То есть, в принципе, да, как малоэтажная Америка. Вот эта вот коробка стоит. Сколько здесь человек живет? То есть, с каждой стороны этого дома живет по пять человек. То есть, здесь пять человек и там пять человек. В одном доме того десять семей. Пойдемте. Находимся сначала в предбаннике. То есть, предбанник, вещь понятная. Здесь у нас есть телевизор для видеонаблюдения, шкафчик, разулись. Проходим дальше. Ваня, расскажи, пожалуйста, как устроена вообще планировка? То есть, первый этаж у нас, получается, кухня плюс гостиная, условно, где вы можете посидеть. Дальше идет второй, третий этаж. Второй, третий и еще мы надстроили четвертый. Интересно. Слушай, вот это вот получается здесь, условно, сто квадратов. Вы сюда заходите, естественно, ремонта никакого не было. Вообще, просто ничего нет. Не, то есть, просто бетон снизу, кирпичи по бокам, бетон наверху и так на всех этажах. Ага. Вот расскажи, пожалуйста, друзья, вот сейчас, внимание, Вань, ценник за все с работами, с материалами, стол купить, кухню купить, элизер. То есть, вот сколько ты всего денег отдал за все то, что люди сейчас увидят? Ну, смотри, за все было отдано. У меня все записано где-то в районе 6-6,5 миллионов рублей. Это 2018 год? Да. И при этом, когда мы с тобой общались, ты рассказываешь, что точно так же, как и все, ты везде бегал, торговался. Это не просто, да, цена, это цена еще с таким дисконтом, потому что я вот материал весь сам покупал. То есть, мы выбивали дисконт на кухню, холодильник, вот мне нужна была модель, я ее искал дешевле, материалы все, ну, покупал дешевле. Так бы, может быть, еще можно было прибавить, если просто все сложить на прораба, где-то еще полтора, наверное, плюс. То есть, это оба восемь стало. Это, к слову, о том, что иногда люди пишут, можно ремонт сделать дешевле. Расскажи, пожалуйста, кто-то у тебя здесь и соседей делал дешевле? Да, были, у нас есть соседи, которые делают, сделали ремонт, где-то в 700 тысяч они уложились в работу, ну, и материалы у них тоже где-то вышли в районе полутора-двух миллионов. Ну, это просто чистовая отделка, кухни нету, ничего нету. Нет, все они сделали, все это все сделали, но не знаю, насколько это правда, но они сказали, что они сделали так, но я не проверял. Получается, полы и плитка с подогревом? Конечно, там вот такой вот слой, положим, бетона, подогрев и вот плитка сверху. Тем не менее, ты отдал столько денег, а вот даже ты сам отмечаешь, лестница у тебя прям отчетливо видна с косяками. Я так подозреваю, там какой-то то ли погреб, то ли подвал тоже не доделано. Здесь у тебя выведено, но не сделано, то есть должна была быть контурная подсветка, да? Да. Нету, но денег отдал. Вот такая ситуация со строителями. Это, да, Дима, матом можно ругаться? Матом? Ну, можно запикать. Скажу так, Дим, что, ну, по факту, сколько смотрел еще про ремонт и передач и так далее, реально в конечном итоге пришел, думал, как так можно относиться там к строителям? Ну, они же все ребята работают и реально по факту все строители. Потому что берут деньги, обещают сделать все за эти деньги, потом оказывается, что они устали от ремонта, что они это не могут сделать, либо они это делают, не умеют это делать. И получается вот то, что мы сейчас здесь видим. Еще более-менее мы обошлись какими-то косяками, но у нас получается полотенцесушители текут, постоянно падает давление. Лестница – это то, что вообще самый больной вопрос. Придется ее доделывать, а это еще плюс какие-то там 200, 300, 400 тысяч. Ну, пойдемте дальше потихонечку, посмотрим, что на втором этаже, я думаю, вам точно будет интересно. Вот на самом деле, что интересно, вот подобные планировки, да, ты приходишь, у тебя первый этаж – это зал плюс кухня, ты поднимаешься на второй этаж, то есть, ну, такое нечто интересное. В Москве, допустим, там или в любом другом городе, и, понятное дело, есть подобные там пентхаусы, двухуровневые квартиры, по-разному их можно назвать. С одной стороны, прикольно, особенно, когда у вас есть дети, которые будут там, например, на втором этаже там спать, на первом этаже у вас какая-то общая зона. Как бы в этом какая-то своя изюминка есть. Заходим. Значит, здесь у нас получается спальня. Спальня на самом деле уютная, со звездами, то есть, ты ложишь и мечтаешь о чем-то добром, хорошем. Птицы поют по ночам, так что шикарно. Да, здесь у нас гардеробная, тоже все сделано по дизайну. Ничего себе, еще, короче, комнату. Ничего себе, друзья, вы тоже, да, сначала подумали, тоже заходишь, просто спальня. А здесь, короче, смотри, еще отдельная гардеробная, ванна здоровая, покажи, пожалуйста. Совсем другой уровень, да, сначала так заходишь, кажется, блин, что только спальня и все. Ну, неплохо, неплохо. Ну, да, на самом деле интересная по-самому себе планировка. Да, причем мы делали это все сами. То есть, планировали все сами, разрисовывали, потому что надо было сделать из маленького что-то невероятно большое. Ну, вот по первому этажу ты видел, что там огромное пространство. Да и здесь тоже, хоть здесь и одна комната, но здесь тоже огромное пространство. Ну, уже после даже ремонта я мог бы сделать еще увеличить его. Слушай, при условии того, что вы здесь жите вдвоем, я думаю, вам места вполне хватает. Так, идем к доме дальше. Пойдемте. Третий этаж, друзья, это уже получается третий санузел. На первом этаже просто туалет, на втором этаже туалет с ванной. Здесь у нас стоит душевая кабина, также туалет. Но это на самом деле круто, вы вдумайтесь. Так, здесь у нас получается идет, я так подозреваю, что-то вроде гостевой комнаты. Вот скажи, пожалуйста, вот такое решение, когда окна есть. Это же, наверное, жарко пипец. Да, ну, под кондиционер мы вывели уже, но мы брали квартиру именно, чтобы солнце было здесь с утра. А уже всю остальную часть времени, оно стояло на той стороне дома. Ну, и плюс, конечно, сюда можно ставить blackout, поставить шторы. Ну, пока не ставили. Окно открывается? Да. А если дождь идет, не польется сюда водой? Закрываем. Не, ну, если дождь пошел, например, тебя дома нету. Нет, если под определенным углом, бывает, что нет. А если там сильно открыть, то, конечно, льется. Короче, если я ставил проветривать, ушел. Да, попал. Все, друзья, все мокрое будет. Супер. Одна комната, потихонечку заходим во вторую комнату. Тоже гостевая. Да. Ну, изначально мы ее рассчитывали под ребенка. То есть, видишь, детские обои такие. Ну, да, именно под детей. Ну, и здесь вот огромное углубление со шкафом. То есть, тут он вообще огромный просто двухстворчатый шкаф. То есть, сразу тоже все пространство продумано. Окей. И у нас, получается, это уже третий этаж. И теперь есть еще и четвертый. Вот это интересно. Пойдемте на мансарду. Ну, вот здесь вот на самом деле... Проливается. А, вот, да. Ну, короче, на самом деле, если вы сейчас будете смотреть, я думаю, у вас у всех глаз-то наметан. Сейчас многие увидят какие-то косяки, недоделки. То же самое здесь. Вот, например, окно открываешь, вот у тебя потеки есть. Местами где-то не хватает плентусов. Ну, как есть, так и показываем. У нас все по-честному, без проукрас. За что, Иван, огромное спасибо, что так вот открыто готов принять нас всех с вами в гости. И вот здесь вот у нас уже получается такая а-ля мансарда. Ну, вот смотрите, друзья. То есть, ты поднялся сюда. И, соответственно, как бы потихонечку проходишь, садишься. Ну, вот что можно здесь сделать? Здесь либо какой-то... Мы сначала думали, хотелось сделать здесь кальянную. Потом я понял, что с этим кальяном прыгать, бегать вверх-вниз, мыть его, это нереально. Ну, и решили здесь поставить просто диван. Если кто-то еще приезжает, раздвинул его, и все, и спать можно. Ну, здесь, конечно, мне кажется, будет так немножко напряжено с точки зрения того, что кислорода мало. Да, и душновато здесь, конечно. И душновато, когда жарко. Сюда вот по-хорошему кондиционер. Кальянную, если делать, парень, какой-то кот рыжий, какой-то такой коричневый цвет. Коричневый. Но, в любом случае, подобные планировки я лично ни разу не встречал. И мы здесь можем подвести такой маленький итог, что 7 миллионов плюс 6, итого 13 за все то, что вы видите сейчас. Итак, здесь мы подведем краткий итог. Вот за 7 миллионов что получает человек. Касаемо ремонта, каждый из вас может сейчас светить на вопрос, что а я бы вот сделал бы все по-другому за 100 тысяч рублей, кто-то, возможно, за 500, кто-то за 10 миллионов. На это мы не останавливаемся. Подобные поселки, вот эти закрытые, это, я не побоюсь этого слова, государство внутри государства. Здесь у вас есть охрана, а боковой сюда не пустят. То есть мы приезжали, нам оформляли пропуск, чтобы нас запустили. У тебя возле дома всегда есть свое парковочное место. Ты точно так же платишь за все услуги, за газ, за воду, за свет, ну, за все. Плюс за содержание этого поселка. Вот это интересный момент. 100 квадратов сколько в среднем в месяц ты отдаешь денег за содержание, за все, подчеркиваю. То есть у нас получается летом, вот мы как раз считали, сейчас 7500 вместе с электричеством. То есть все, содержание, газ, вода, электричество где-то в районе 7500 это лето. И зима где-то в районе 9000. Друзья, 7500 и 9000 это действительно хорошая цена при условии того, что, допустим, напомню, вот у нас была квартира в области 100 километров от Москвы, 70 квадратов. Мы в среднем платили в год там 8, а то и 9000 рублей. Это вот такие деньги. А здесь ходит и охрана, и озеленение, и уборка улиц, и вся территория. А вот сейчас интересно, Вань, ты приезжаешь, вот как обычно, нас сперва все встречает рекламные буклеты. Классно, шаговая доступность до МКАДа условно. Здесь буквально в километре есть станция метро. То есть 15-20 минут пешком вы дойдете. Ты приезжаешь, тебя встречает агент, рассказывает тебе, что класс. Правильно? Идеальное жилье для идеальной семьи с идеальными условиями. Вы посмотрели с женой, жена одобрила, говорит, да, хорошо, все нравится, все прекрасно, давай все, сюда переезжаем. Мы заключили договор купли-продажи и через полгода начали ремонт, где-то с 1 марта. Потом ты начинаешь жить. Вот это самое интересное. Это самое интересное, что нас здесь ждало. Это моя первая недвижимость, точнее, это наша с супругой первая недвижимость. Мы никогда ничего не знали. То есть, ну, когда ты живешь на съемной квартире или у родителей, тем более у родителей, твоя жизнь представляется такой. Встал с утра, почистил зубы, выпил чашечку кофе, поехал на работу после работы, покайфовал, приехал домой, тебя погладили по голове, лег спать. И так вот каждый день, и плюс еще отпуска. Ну, то есть, шикарная жизнь с родителями. Мама, а что у нас в холодильнике? Да, да, как-то так, да. Когда покупаешь свою недвижимость, тут уже начинаются очень интересные вещи, подводные камни, о которых ты никогда не задумывался, и ты понимаешь, по приходу каких-то лет уже, как мучились родители твои, что они вообще пережили с переездами, с ремонтами. И вот родители и совет старших, это очень важно, потому что вся эта история началась именно с совета ваших родителей. Что произошло? Получается, мы купили, мы начали строительство в 18-м году в марте, где-то уже был июль или июнь, мы поехали к родителям на дачу, и, получается, родители спрашивают, окей, а сколько вы платите за вообще обслуживание поселка? Ну, мы говорим, где-то в районе 6 тысяч, там, ну и плюс газ, вода, электричество. А газ, вода, электричество вы кому там платите? Мы платим в ТСМ, у нас вот платежки, все это идет. Они такие, хорошо, а почему не ресурсоснабжающим организациям, МЭСу, там, Мосводоканалу и так далее? Ну, не знаем, просто вот так выставляют платежки. Ну, что, мы не задавали вопросы? А вы, говорит, задайте вопросы. Ну, и тут мы, будучи на даче, начали писать в чате поселка. Я думаю, все знают, что сейчас уже существует чат их домов, поселков и так далее. На тот момент был там единственный чат в поселке, в котором начали задавать вопросы. А куда мы платим? Покажите документы об оплате, что вы переводите эти деньги ресурсоснабжающим организациям. А покажите то, а покажите то. А где можно их посмотреть? А почему мы платим именно такую сумму, а не какую-то другую? Вот. И оказалось, нам сначала мягко в чатах начали отвечать. Ну, вот хотите, приходите в правление в такие-то, такие-то дни. Либо, ну, в конечном итоге вылилось все в такую дискуссию, что вы нас называете ворами. Что вы считаете, что мы у вас кроя копейку. Мы, опять же, говорим, нет, мы никого не называем такими людьми. То есть вы нам просто скажите, куда сейчас. Ну, успокоимся. Все закончилось тем, что на ночь нам звонит строитель с нашего дома и говорит, у нас отключили свет, я не могу работать. Мы такие, окей. Позвонили соседям, говорю, у вас свет есть? Они говорят, да, свет есть. Приезжаем сюда с дачи, света нет. Звоним председателю, его заму. Трубки не поднимают. Вызываю электрика. И электрик на видео, которое я тебе присылал, говорит, да, так и так. Мне вот Димка сказал выключить свет. А Димка, это вот заместитель нашего председателя на тот момент, трупы не поднимает. Димка, это не я. Друзья, смотрите, для того, чтобы человек не был голословным, я в описании к ролику оставлю все его контакты. Потому что он прислал вот такую условную папку со всеми документами. Все, что он рассказывает, это не так то, что он сочиняет. Если вдруг кому-то из вас покажется, что он там что-то приврал, приукрасил, вы можете с ним связаться, он вам напрямую по каждому своему слову даст подтверждение. Потому что действительно информации очень много. Если я все это буду вводить на экран, у нас ролик получится на два. И вот здесь вот важный момент, переломный. Почему мне даже эта история показалась интересной. Вот родители сказали, задай вопрос. Он задал вопрос. Здесь ему какая-то начинается кипиш какой-то непонятный. Отключают свет. Продолжаем. После этого мы поехали в полицию. После того, как нас никто не брал трубки, никто нам свет не включил. Ну и видимо, кто-то в личку написал, мол, ну хватит уже этой ерундой заниматься. Что вы делаете? Только на следующий день, днем нам включили свет, продолжилась работа. Через какое-то время я приезжаю в правление открытое. Говорю, вы что делаете? Вы саботируете строительство? Вы чем занимаетесь? А вот вы нас назвали ворами. А вот вы зачем такие вопросы задаете? Если хотите, придите, посмотрите что-то. Я говорю, хорошо, покажите мне. На тот момент ничего не показали. После этого жена говорит, успокойся, нам надо доделать ремонт. Все, успокойся, ничего не делай, забудь. Переезжали сюда. Я такой говорю, жене, слушай, ну здесь всего 345 квартир. Ну как-то договоримся, наверное. Ну мало людей. До каждого можно донести свою мысль. Казалось не так. Вот эта куча людей, которая была, изначально создала ТСН, когда нам рассказывали еще в этом, в офисе продаж, говорит, ну у вас, говорит, какой ТСН там ненормальные люди, что-то там вообще, что-то пытаются сделать, что-то непонятное. Мы такие, да ладно, но это застройщик, наверное, что-то мутит сам. И в конечном итоге приехали сюда, пришли к ребятам, это еще было до всех этих моментов. И они такие, ну смотрим на них, адекватные ребята, что-то хотят делать для этого поселка. Для развития. Да. И они под эту дудку собрали какой-то кулачок людей. На тот момент это было, наверное, может быть 20% заселилось кто. И сказали, ребята, вот у нас застройщик плохой, надо против него бороться. Мы хорошие, давайте создадим ТСН. И вот тут кроется самая главная проблема вот всего вот этого, так сказать, театра. Когда кто-то, вот хочется сказать, когда кто-то приходит к вам и говорит, я хочу для тебя сделать хорошо, и ничего за это не возьму, я буду бесплатно работать. Никогда не верьте, вот никогда не верьте. Никогда не бывает бесплатный сыр, он только бывает только в мышеловке. И вот так выходит во всех поселках, многоэтажных домах, когда к вам постучатся в двери, говорят, ребят, давайте создадим ТСН, застройщик плохой, управляющая компания плохая. Я не спорю, какие-то управляющие компании от застройщика, они свое имеют. Но, по крайней мере, они не говорят, что мы ничего не получаем за это, а ты нам должен вечно. А тут получилось так. И происходит ситуация следующая. Ты делаешь ремонт, ты сюда приезжаешь, ты периодически наблюдаешь такую картину, что очень много снега. Да, снег не вывозит. Задаю вопросы, ребята, что снег-то не вывозим? Деньги не платят люди. Я говорю, ну да, такое бывает, деньги не платят. А сколько подано исков с должников? Семь. А квартир сколько? Тридцать сорок пять. Окей, а что они все должны на сумму как раз, чтобы вывозить снег? Нет, ну там есть еще кое-какие должники. Я говорю, хорошо, не вопрос, ребята несчастные, им деньги не платят. Ну, когда впоследствии мы начали разбираться с этим, мы задавали вопросы инкогнито нашим дворникам, которые как раз этим должны были заниматься. Я спрашиваю, в семнадцатом году чистили ливневку? Есть аудиозапись? Он говорит, нет, не чистили. А в восемнадцатом? Тоже, говорит, не чистили. Но делали фотографии? Делали фотографии на фоне этих машин очистных, да. Что, мол, все отлично, мы тут чистим ливневку. Ребята, а на тот момент стоимость обслуживания ливневки стоила восемь миллионов в год. Восемь. Мы нашли компаний, несколько компаний, у которых было по договору от миллиона до двух миллионов в год. То есть это два миллиона, это топ просто чистка ливневки для нашего поселка. И люди, причем, не просто говорили наобум, они знали наш поселок, знали наши сети. А тут восемь миллионов просто люди забирали и ничего не делали. И вот здесь вот такая интересная деталь. Смотрите, он приезжает домой, дома тепло, свет есть, вода есть, все стоит. Недвижимость по документам твоя раз в месяц ты платишь даже меньше, чем бы ты платил, допустим, в квартире. А потом выясняется следующее, что после того, как вы начали задавать эти вопросы, когда люди кричали, ой, вы что нас хотите обозвать ворами, вы говорите, нет, ни в коем случае. Ну как обозвать вором человека, которого ты еще ничего не доказал. Да, а потом вы запросили документы. Значили запрашивать документы. Покажите, пожалуйста, документы, которые составил ревизор после своей комиссии. Показывает документ, пришел ревизор. Так, два с половиной миллиона получили от жителей в месяц, два с половиной миллиона перевели, подчеркиваю, за обслуживание поселка ИП. Мы такие, окей, а что входит в эти два с половиной миллиона? Ой, ну короче, там входит то-то, то-то, то-то. Я говорю, а почему это не расписано здесь, ребят? Вы что, издеваетесь, что ли? Ну, в общем, вот такие вот ответы. А за услуги вот МОЗЭНЕРГО, ну условно, я может быть неправильно зовут? Да, за услуги, за свет, за газ и электричество мы платили отдельно. Это вот в платежках тоже у нас прописано. И эти деньги должны были тоже уходить туда. Но подсчетом, который нам дали, причем за газ и за воду, мы должны были платить А101 на тот момент, потому что это был наш ресурсоснабжающий организаций, а за МОЗЭНЕРГО сбыт мы платили им напрямую. И МОЗЭНЕРГО сбыт, оплачиваясь там, ну там были небольшие счета, им оплачивалось практически все. А вот как раз А101 не оплачивалось ничего. И когда мы приехали в А101 и всеми правдами и неправдами забрали подтвержденный печатью документ оттуда, сколько наш поселок должен? Оказалось, на 19-й годность, в июле, по-моему, или это в начале 19-го года, оказалось, что мы должны А101 за ресурсы, только за ресурсы, 7 миллионов рублей за 2 года. И вот здесь суть всей этой ситуации, суть всей этой истории, все люди приезжают домой, они платят деньги, всех все устраивают. Когда вы начали поднимать эти вопросы в чате, многие сначала даже накинулись на вас со штыками, да, мол, как вы смеете, у нас такие хорошие ребята. Да, потому что здесь постоянно, вот это вот, ты правильно сказал, государство в государстве, и здесь вот этот вот хэштег «мы ж соседи». То есть люди цинично, цинично рассказывая тебе в лицо, что мы соседи, мы не должны так друг к другу относиться, мы должны вот лояльно друг к другу относиться, тупо залезали тебе в карман, и в конечном итоге не они остались должниками, а ты остался должниками, потому что двое, допустим, этих людей на тот момент, на тот момент, когда вот это все происходило из этих 2 года, они даже собственниками не являлись. То есть из их кармана ни копейки сейчас не будет этого анимации. То есть, чтобы вы понимали, они платят, проживают здесь каждый день, дают ему кажется, так, я заплатил, моя совесть чиста, за все отдал денег, но воровались деньги, они переводились в разные ИП, то есть за услуги никто ничего не платил. И получается потом так, что в дальнейшем к вам придут и скажут то, что у вас есть неоплаченные счета, и вы еще раз будете за все это дело платить. Да, потому что уже МОЗ «Энергосбыт» подал на нас сейчас вот суд, и на забор, допустим, денег, которые мы должны были ему перевезти за счетчики и за установку АСКУИ системы. Подчеркиваю, все началось с того, что родители сказали, а задайте вопрос, вот вы просто вдумайтесь, как говорится, копнул чуть-чуть и пошло, а при этом люди покупают недвижимость. Это вот молодежь, условно, люди старше 25-30 лет, которые вот работают, берут ипотеки, молодые семьи, но которые не хотят вникать пока еще в вопросы, потому что жизнь не научила. И вот сейчас как раз прошел такой этап, когда вам вот вживую показало. Слушай, Вань, вот такой вопрос. Нарушение не по закону, полиция, прокуратура, куда-то вы обращались? У нас они работают шикарно. То есть приходишь в полицию, пишите заявление. Заявление написано там десятки, может быть, здесь уже к ста уже придвигается. Полиция занимается, 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 потом в какой-то момент просто заканчивает чем-то заниматься. То есть приносишь документы, приносишь документы, ребят, сложите один плюс один. Должно получиться у вас два года, там или столько, пять лет, неусловно, мошенничество, группы лиц. Они смотрят, просто откладывают. Ну, тут остается только догадываться, почему это все происходит. И самое интересное, что когда ты поднял эту информацию и вынес ее в открытый чат вашей группы, что сказал, что вот, смотрите, там деньги уходят. То есть интересная ситуация, что вот эти вот деньги, 2,5 миллиона, которые уходят в какое-то ИП, они увидели по выпискам, что, например, там поступило 200 тысяч рублей. Они вечером снимаются с карты. То есть деньги выводятся и тут же снимаются. Но куда они уходят, никто не знает. При этом снег, ну, ничего не чистят. Снег не вывозился, озеленение никакое не проводилось в течение двух лет. Ну, то есть полный такой заброс. Ну, да, подметали дворники, не спорю. Да, и когда ты это показал своим соседям, говоришь, вот, смотрите, ты, наверное, думал то, что сейчас скажут, блин, Иван у нас классный парень. А сказали, что... Сказали, да нет, ты чего, такого не может быть. Я таких бумажек сам нарисую тысячу. То есть вот вы вдумайтесь, я подчеркиваю, если вдруг этот ролик смотрит тот из его соседей, я ни в коем случае никого не хочу обидеть. Если вы считаете иначе, вы можете написать в комментарии развертые. Комментарии не удаляются. Без проблем. Высказывайте ваше мнение. Ну, просто сам факт того, что я уверен, что такое действительно было, такое встречается. У нас люди есть, которые свято верят в то, что им сказал один человек. Он им наговаривает. Тут документы, факты. Но в это люди верить не хотят. Вань, чем закончилась история с этим первым ТСН? С первым правлением. С первым правлением. Ну, получилась такая ситуация, что на какой-то момент решили, правление решило, что нам нужно забирать сети. То есть электрические, газовые и водосети надо забирать себе в ТСН. Для чего? Чтобы мы были, как писалось в чатах, мы должны владеть ими. Это наши. Мы по ДДУ, нам их передавать, и мы должны ими владеть. Мы спрашиваем, окей, ребят, мы их сейчас заберем. Как мы их будем обслуживать? У нас есть лицензии, у нас есть люди, которые будут их обслуживать. Электрики профессиональные определенных уровней, газовщики. Потому что нам передавались узловые вот эти системы газораспределения, электро, вот эти узловые. То есть, ну, то есть все передавалось. То есть, допустим, если газораспределение наекнется, мы не сможем, допустим, через нас подавать в деревню, в соседнюю этот. И на нас подадут в суд и выиграют его. То есть, мы спрашиваем, ребят, как вы собираетесь их обслуживать? Что вы собираетесь с ними делать, с этими сетями? Давайте их отдадим городу, как это везде. Допустим, многоэтажки, тебе приезжает ГБУ жилищник и чинит тебе трубу. Приезжает МЭС, чинит тебе электрокабель. Приезжает Газпром или там области распределения, и там тебе чинит газовую трубу, если она у тебя там взорвалась или что-то у тебя случилось. А тут мы все это сами будем делать. Откуда мы будем это брать деньги? Ну да, денег, конечно, на все не хватит, поэтому надо поднимать тариф, ребята. Мы такие, ну ладно. И после этого начали люди в поселке тоже говорить это, писать, то есть просыпаться начали. Такие, что происходит вообще? Какое поднятие тарифа? Начали смотреть в соседних поселках тарифы, а там тарифы и так меньше, чем даже было у нас на тот момент. Началось собрание. Во что это вылилось? На данный момент мы владельцы сетей. И сейчас, причем сети входят не только у нас внутри поселка, а снаружи. И получается так, что сейчас любая авария, а их уже было несколько, ложится на наши плечи. То есть из нашего бюджета мы оплачиваем пробитую трубу, там какую-то водотрубу, стока трубу. У нас тут была недавно ситуация, в соседней деревне отключилось электричество, МОЗЭнергоэзбыт приехал, чтобы починить это. Оказалось, что кабель пробит на территории нашего поселка. Как он здесь оказался? Почему он проходит по территории нашего поселка? То есть у нас здесь вскрыли рядом с домом. Все вскрыли и начали чинить кабель от чужой деревни. Вот так вот. Но зато мы приняли свои сети, мы ими владеем. Это же наши. Они должны быть наши, мы должны ими владеть. Но тут кроется вот в чем дело. Еще, опять же, когда вам рассказывают, что ради вас и для вас, мы же соседи, мы будем работать бесплатно и делать что-то, не верьте. Тут начинается, когда вы потом увидите, что это такое. Сети переходили во владение именно ТСН. А ТСН это юридическое лицо, у которого есть свой генеральный директор. Да, он называется председателем, но генеральный директор. И если этот генеральный директор, владелец сетей, решит раздавать благо этих сетей кому-то еще, там, соседнему дому, который построился, он будет с этого получать деньги. Вот для чего это условно. Понятно, что до этого не дошло. Мы это вовремя пресекли. Но сам факт того, что уже готовилось, вот у нас есть сзади поселок, у которого есть только электричество, ни воды, ни газа нет, но туда подвезти, это стоит миллионы рублей. Договориться с государством нет, а так пожалуйста. Пожалуйста. И потом с каждого литра, с каждого кубометра газа можно получать деньги. Куда эти деньги идут? В ТСН. А из ТСН куда они их шли бы? Порше Панамера. Порше Панамера, которое было бы куплено после снятия вечерком с банкомата УИП. Вот так вот, да? Казалось бы, один вопрос. И вот сейчас вот раз-раз-раз, и вот так это все вырастает. Поэтому за подобные поселки по нашей стране, естественно, люди дерутся. Там приезжают люди, которые говорят, типа, это какие-то из 90-х. В любом случае, друзья, вот здесь есть деньги, здесь есть люди, которые исправно каждый месяц готовы платить. Но у вас эта история закончилась, и вы общим голосованием сместили старое правление, поменяли на новое правление. Это было в конце прошлого года. И получилось так, что вам удалось поменять правление. Вот напомни, при предыдущем, какой тариф был? В предыдущем правлении был тариф 73 рубля. Это сам тариф за обслуживание поселка, охрана, и у нас была такая строка ОДН. Это общее домовое обслуживание, в общем, свет туда входил и так далее. То, что вот используется, все это входило 73 рубля. При этом ничего не делалось, даже вот то, что мы сейчас находимся в зоне. Нет, беседки были. Нет, я имею в виду свет. Да, свет, это все при новом правлении установлено. Деревья, озеленения так и не было. Сейчас винограды посадили по всему периметру. То есть, там довольно серьезный проект, даже не дошло до реализации проекта на тот момент. И сколько сегодня у вас тариф? 61 рубль. 61. Все. Самое главное, что то, что мы сейчас прошли, прослушали, это действительно, когда людей, ну, условно, я не побоюсь на это слово, возможно, обворовывают, обсчитывают, как угодно бы это можно сказать, потому что, ну, вот люди все подняли, как бы просто, если бы это была бы просто болтовня, первое правительство бы там, условно, не ушло бы. Вот расскажи теперь о жизни. Ты пожил в Москве, ты там жил и в центре Москвы, и на окраине Москвы. Вот плюсы, минусы вот здесь, чем тебе нравится? Ну, не знаю, может быть, это мой какой-то был, это такой заворот, говорю, мне всегда хотелось сохраняемую территорию, чтобы она была закрыта, и чтобы я мог приехать, спокойно оставить машину открытой, зайти домой, и там отдыхать, и хотелось большой дом. С точки зрения качества строительства, например, расскажи объективно про постройки, потому что местами мы видели и кирпичи отваливаются, и плитка разваливается, и она вся гуляет, потому что по строительству здесь довольно было много проблем по строительству, это крыши протекали у людей, подвалы, подвалы мокрые практически во всех домах, отваливающиеся вот эти вот кирпичи с домов, то есть падали на голову, ну и ты видел по цоколю, там отрываются вот эти вот псевдоплитки каменные. Пришло время сделать выводы. Мы сегодня с вами увидели интересную жизненную историю. Казалось бы, интересный, красивый поселочек. На сегодняшний день люди живут, наслаждаются жизнью, но как вот один вопрос по совету родителей изменил ситуацию, когда люди узнали, как буквально разворовываются деньги вокруг их. Ваня, дай совет людям, на что обращать внимание при покупке недвижимости, вот ты прошел через это, может быть, тебе есть что сказать напоследок. Ребят, прислушивайтесь только к себе и никогда не доверяйте людям, которые вам говорят о том, что они сделают все за вас бесплатно. Возьмите документы, проверьте, сложите цифры. Там все очень просто. Складывайте цифры и самое главное, если вам что-то в правлении в вашем ТСН не дают или пытаются всякими способами уйти от выдачи вам каких-то документов, каких-то финансовых документов, на которые вы имеете право. Сразу же бейте тревогу, потому что если это вас болото затянет, как оно затянуло нас, вы, во-первых, потеряете еще больше денег. Всегда начинайте думать своей головой. Это самое главное, что и Дима всегда советует. Думайте своей головой. Спасибо тебе большое, Вань. Благодаря тебе, возможно, кому-то вот этот сюжет будет в дальнейшем полезен. Поэтому обязательно поделитесь им со своими друзьями. Если вы вдруг проживаете в подобных поселочках, у вас есть чат, и закиньте. Пусть люди посмотрят. Возможно, кто-то скажет, блин, а у нас то же самое, нужно разбираться. Вот так, друзья, получился у нас отличный жизненный сюжет. Я надеюсь, этот ролик вам был интересен. Мы будем продолжать снимать на различные жизненные темы. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Инстаграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости. Высказывайте ваше мнение в комментарии. Если у вас вдруг остались какие-то вопросы на Ивана, все контакты остаются по ссылочке в описании. Не забывайте, что у нас был замечательный, уютный спонсор Green Tree, где вы можете купить хорошую, качественную мебель для своего дома. У меня на этом сегодня все. До новых встреч. Всем пока-пока.